Экономический спад мировой экономики закономерно снижает потребление нефти и газа, основной доли экспорта Российской Федерации и пополнения бюджета. Соответственно, доходы падают. Правда, в последнее время за счет кризиса в Египте опять нефтегазовые цены поползали вверх. Но думаю, что это временное явление. Майские указы президента Путина требуют расходов. Но так как бюджет наполняется незапланированными темпами, приходится его секвестировать, сокращать. В том числе за счет социалки, за счет здравоохранения. Из приведенных цифр исследует, что расходы на здравоохранение будут сокращаться. Но при этом следует иметь в виду, что имеется общее финансирование здравоохранения за счет федерального бюджета. Потому что основная составляющая финансирования общественного здравоохранения теперь происходит в рамках обязательного медицинского страхования. Но федеральная составляющая тоже значимая составляющая, которая вносится и в федеральный фонд ОМС и идет в рамках целевого финансирования. Следовательно, денег здравоохранения получит меньше. Что приведет к росту оказания платных медицинских услуг и в целом к росту напряженности в данной значимой социальной сфере. Тем более, что у нас проведение реформ осуществляется, как правило, взмахиванием шашки. Сократить, уменьшить, прекратить деятельность ФАПов, сельских больниц, больниц в районах субъектов федерации. Переход от стационарной к амбулаторно-поликлинической помощи, это, конечно, общий мировой тренд. Но, чтобы он был реально учлен, необходима модернизация амбулаторно-поликлинического звена. А вот на это требуются дополнительные деньги. И, судя по сокращению бюджета, вот этих денег в ближайшее время не предвидится. То есть, скорее всего, все останется на круги своя. Никаких изменений в общественном здравоохранении не произойдет. Потому что без вливания денег в реформы произвести модернизацию здравоохранения и выйти на новые результаты по удовлетворению населения России медицинской помощи, в принципе, невозможно. Продолжение следует... Продолжение следует...